Всем привет дорогие друзья! С вами снова Артем и моя рубрика автомобилей из 90-х. Сегодня речь пойдет о легендарном волчке Mercedes W124 E500. Mercedes-Benz производитель, который доказал и показал, что автомобили могут быть невероятно качественными, надежными, красивыми и комфортабельными. За историю немецкого бренда уже было создано множество семейств, при этом в каждом из них свой лидер, своя звезда. Линейка W124 пользуется огромным спросом, даже по истечению стольких лет, после окончания своего выпуска. Звезда линейки модель E500, которая получила прозвище Волчок или Волк, на роде за двигатель мощностью 326 лошадиных сил и выдающиеся технические характеристики. Стоит заметить друзья, что на то время это была легендарная мощность, просто феноменальная. Название закрепилось за автомобилем Mercedes-Benz W124 E500 во времена лихих 90-х. Что интересно, автомобилистам очень понравилось такое имя, оно устоялось и активно используется и в наше время. Но самое главное, автомобиль остается востребован так же, как и в момент появления на рынке. Стоит сказать немного о технических характеристиках. Изучить автомобиль по фото это одно, совсем другое узнать, что скрывается под капотом, какой двигатель предложили немецкие инженеры и что собой представляет кузов. Я постараюсь детально вам рассказать о технических характеристиках и параметрах. Итак, абориты друзья. Тип кузова у нас седан, количество посадочных мест 5, количество дверей 4, объем багажника исчисляется 520 литрами. Высота машины 1408 мм, ширина 1796 мм, длина 4750 мм, колесная база 2800 мм. Дорожный просвет составлял 160 мм. Какие же двигатели и КПП ставились на этот мотор? Тип коробки передач автоматическая, количество ступеней 4, двигатель V-образный, объемом 4 литра, а если быть точнее, то 4073 см3. Расположение мотора продольное переднее, количество клапанов на цилиндр 4, мощность лошадиных сил 326. И феноменальный по тому времени крутящий момент составлял 470 ньютон метров. А на что способен этот 326-сильный 5-литровый двигатель, на достаточно многое, учитывая размеры автомобиля. Разгон с нуля до сотни составляет 6,1 секунду. Максимальная скорость 250 км в час, ограничена искусственно. Объем топливного бака 90 литров, тип рекомендуемого топлива 95-й, расход по городу 16,9 на 100 км, расход по трассе 10,3 на 100 км. Кроме силового агрегата, инженеры как следует поработали над следующими компонентами. Спортивная подвеска, усовершенствованная коробка передач, усиленная система охлаждения. Также не стоит забывать, что инженеры Porsche также приложили руку к созданию данного автомобиля. Если быть точнее, они помогали компании Mercedes-Benz производить волчков. К авторству проекта W124 500 Porsche не претендовали. Как же покупатели могли определить, что перед ними не один из обычных седанов W124, хотя язык не поворачивается называть их обычными, а модернизированная мощная версия E500, опираясь только на внешние характеристики. Mercedes-Benz Volch выделяется на фоне собратьев несколькими яркими элементами, не заметить которые может только неразбирающийся в автомобилях человек. Первое. Расширенные колесные арки. Ромашковые фигурные вырезы украшали новый легкосплавный диск. Автомобиль стоял на широкой низкопрофильной резине. Передняя оптика получила независимые лампы дальнего света и ближнего света. Противотуманные фары располагались внизу переднего бампера. Неудивительно, что кузов W124 востребован и сегодня. Седаны этой серии за 10 лет производства были распроданы по всему миру в количестве более чем 2 миллионов экземпляров. Как видите, друзья, это удивительный автомобиль, опередивший свое время. Что ж, друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилась история о Волчке. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok